Всем привет, охотники и бандиты! Приветствую вас на моем канале! Сегодня я пошел погулять по своей любимой дороге, посмотреть, что здесь творится. Завтра, 1 августа, открытие охотничьего сезона на кабана. Завтра знаменательный день, а сегодня я погуляю просто так. Так, ладно, синявки это очень хорошо, сыроежки. Кстати, мешок из-под картошки будут грязные все грибы. Вот у нас тут опять земляника попадается. Тут кто-то гриб-боровик пнул. Не знаю почему, видимо он несъедобный. Здесь же на входе еще одна синявка. Ну какая-то она. Вообще-то возьму, посмотрю, может она нормальная. Посмотрим. Суп, все пойдет. У нас у людей какое-то предвзятое мнение, им надо сразу идеальные грибы. Так вы собирайте всякие разные. Ну, видимо, умеют хорошо собирать, поэтому собирают только идеальные. Почему нет? Так же, как вот у кого дача, они едят только маленькие огурчики. А крупные огурцы, они их куда-то одевают, короче, чуть ли не выкидывают. Им надо, чтобы стандарт был. Только приехал в лес, сразу ягодками угостили меня. Замечательно. Идем дальше. Интересных пока нету. Вот собака шла, небольшой следочек. Вот тут что-то тоже какая-то приступь. Что еще тут любопытного? Мотоциклы, велосипеды ездят. Тут что-то тоже все только от колес. Вон, грузовики всякие. Тут, кстати, мокровато было. В прошлом году я ходил мокрее было, по-моему. Так. Здесь что-то пока тоже ничего любопытного. Вот эти вот жаркие июльские деньги, деньки и лес. Мне так нравятся очень. И вот в лесу, еще и особенно если ветерок дует, вообще классно. Пахнет хвоей. У нас здесь смешанный лес, а вот хвойно вообще идеально. Пахнет хвоей. Так прохладненько. На солнце все равно жарковато, даже если ты там в шортах, футболке. А если уж ты тем более в костюме одетый, то подавно тебе будет жарко. А в тенечке нормально, если ветер продувает, просто божественно. Это мне напоминает... Когда же, подожди. В 90-х годах ездил я в пионерский лагерь отдыхать. И вот там как раз, ну, что нам делать? Бегали, развлекались там. Вот внутри ограды стояло много леса хвойного. Ёлки. И, короче, вот в этом лесу мы и в башнике играли, и грибы собирали. Короче, смолу собирали зачем-то непонятно зачем. Что-то мы из нее хотели делать, типа пороха. В общем, всякой фигней занимались. И вот постоянно вот там вот тусили. Там никаких почему-то комаров не было, может, обработано было. Ни комаров, ни клещей, ничего тогда не было. Было очень хорошо отдыхать. И такие ощущения, вот у меня такое вот воспоминание хорошее об этом хвойном лесу. Теперь вот каждый раз, когда возвращаюсь в хвойный лес, вспоминаю детство. А у вас какие были воспоминания из детства приятные, связанные с лесом? 15 минут, полет нормальный. Пока что попадаются только червивые грибы, очень крупные. О, костыль! Спайк никому не надо. Может, кому-то в хозяйстве пригодится. На край дороги его отложу. Опа! Чтобы никто на него не напоролся. Ну, так-то штука хорошая. Может, нож из него сделать? Расковать и сделать ножик какой-нибудь? Как вы думаете? Откуда? Ну, далековато здесь. Железка, конечно, есть. Ну, метров 400 до нее, 300. Куда он в лесу взялся? Кто-то, значит, таскал их для чего-то. Может быть, кстати, эти костыли, вот там, дальше по дороге, если ехать, где-то далеко, есть избушка в лесу, будка. Вот, и, короче, охотники в ней живут, ербыки. Возможно, они себе стройматериалы везли в избушку. Ну, в том числе, этот костыль, да, обронили. Вот такое вот самое вероятное, откуда он мог здесь взяться. Впереди маленькое, но непреодолимое для Нивы препятствие. Сейчас покажу. Ну, так-то, в принципе, рискнуть можно, конечно, проехать, но зачем рисковать? А если повиснешь здесь на брюхе, смысл есть ли? Вот, смотрите. Видите, здесь-то ладно, бетонная труба положена, а вот здесь вот, ну, такое себе. Ну, конечно, засыпано, в принципе, деревом, но это сколько еще может воткнуться там что-нибудь в кардан, мордан, короче, вот такие вот березки, да? Осинки, точнее, что будешь делать? Сюда, поэтому я не езжу дальше на Ниве, а хожу пешком. В принципе, при желании-то можно проехать. Здесь на квадроциклах обычно есть. О, собачьи следы много пошли. Что-то у нас тут собаки разгуливают. Да как их много-то, елки-палки. Кто-то с собакой гулял, либо собака сама по себе гуляла. Кстати, таких вот больших человеческих следов-то большого количества я не вижу. Собачьи есть. Ну, короче говоря, изучаем мы, изучаем, да даже если длинно говорить, все равно изучаем местность. Хотел, думал, ягоды хоть поесть. Что-то, видимо, не по той дороге иду или не по той стороне. Не особо много ягод. Елочки растут. Молодые, средние, старые. Всякие, разные. Иду в горку в следующую. Это 100. Первые следы лося за сегодняшнюю прогулку я вижу. Ура, ура. Я уж думал, что они куда-то отсюда ушли. Все, идем, ищем следы лося. Вот, след хороший какой. Видите, да? Вот, след тут он проходил. Трава примятая. Трава примятая, собственно, везде. Такая вот система у нас тут. Прямо откровенно он по глине не ходит. Видимо, шифруется или что. Может, понимает. Так. В прошлом году просто столько следов лося было. Прямо уже как привычно. А, опять следы лося, пофиг. А в этом году я что-то здесь пару раз ходил. Вообще нету следов. Думаю, что, куда они делись? Ну, сколько я здесь? Вообще-то один раз ходил, по-моему. Да, да, да. Зимой здесь два или три раза было. А летом... Кстати, да. Вот. В прошлом году по лету, пока снега не было, дохрена было следов лося. Только снег упал. И здесь по снегу ходил пару раз. И на лыжах ходил. Все. Нету, нету лося. Вообще следа. Как так? Видимо, он когда лето, он ходит здесь по дорожке, вот по этой глинистой. А когда зима, он выбирает другие варианты. Где-то по другим тропам ходит. Как-то так, сезонно у него. Ну, сейчас иду опять. Как бы, получается, следов-то нету лосиных. Не сто процентов он ходит по этой, по дорожке. Он где-то у него свои тропы. Ну, переход один был, получается. Так. Ищем, ищем. Ищем. Что-то там впереди какая-то грязь, шкура, дерево, что-то валяется. Так, надо подойти посмотреть, что это такое. Я говорю, камни или что ли это такое высыпано. Не, было ведь этого. Камни. Серьезно, камни. Откуда взялись эти камни. Похоже очень на какие-то керамические колодки. Да? От поездов керамические колодки. И что эти колодки здесь делают? Ладно, подходим дальше. Здесь есть одно зачетное лесное озерцо. Мини-озеро Макролужа. И на нем обычно какие-то бывают встречи. Так, под ногами смотрим, чтобы не упасть и не утонуть. А здесь уточка. Уточка полетела, красоточка. Вон, пошла, пошла утка, пошла. Все, здорово. Одна уточка сидела. Утонуть. А здесь уточка. Уточка полетела, красоточка. Вон, пошла, пошла утка, пошла. Все, здорово. Может и не одна, просто остальные меня еще не увидели, спят Так Вот еще эта штука взлетела И сорет на ходу, или лапы отряхивает Ноги свои Да, место-то интересное, конечно Еще кто-то там в лесу шрохается Вот видите, утка взлетела Значит, хорошее озерцо это Лесное, классное Так, пройду еще вдоль него немножко Может, следы какие-то будут Ну, следы, естественно, будут Вот следы лося Входящие, выходящие, исходящие Сообщения Вот здесь Ну, короче, озеро это прямо притягивает Еще какие-то следы странные Это очень хорошо Это радует Прекрасные места Честно вам говорю, очень хорошие места Замечательные Этого лесного озерца Небольшого Ай-яй-яй Красноголовики растут Тут вот еще вот такие интересные Ямы выкопаны Это кто тут что делал В ямах этих Кабан копался Корни подкапывал, наверное, да? Ну, что еще подумать Под елкой Либо зимой здесь какое-то было полуснежное логово И вот земля откопана Ну, что-то такое и есть Явно Ну, человеку зачем в лес так далеко идти Землю покопать, правильно? Нелогично Еще и лезть в кусты А звери вполне подойдет Так Решил тут немножко изучить Вот и тут сколько грибов Даже вон есть уже уроненные, пнутые Кем-то Белые Ладно Я обычно срезанные Ну, которые уже снятые грибы С корня не беру Пока, слава богу, у нас Нормально все С этими, с продуктами Вот Так что лишний раз не беру Если кто-то срезал, значит гриб не очень Значит гриб чем-то не понравился Но если пнутый гриб Ну, пускай уже он доживает свою грибную жизнь Выкидывает споры И все нормально будет у него Зачем его забирать с собой Так, я тут просто хочу изучить Окрестности этого озера Что тут вообще есть А тут у нас просто Замечательная тайга Такая как бы Густая, буреломистая Как на Широковской прямо И чем она характерна То, что Для человека здесь мало Пригодно А для зверей как раз очень пригодно Заросли всякие, качкарники эти Всякие вот такие вот места Они очень любят Декс Ладно Так, так, так Хорошие местечки Мне кажется, здесь люди даже редко лазят Здесь возле озера есть семейки Мухоморов Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Семь штук Восьмой вот здесь растет Фух, девять, десять Вот это семейще Мухоморный рай просто О, это просто Это белый Белый ведь это Ну-ка, сейчас посмотрю Что тут с грибами у нас Как дела Какие-то галлюцинации Что-ли Вот слышу, что там впереди Ближе звук шагов Как будто ходит кто-то А дальше звук двигателя Ну, если Двигатель едет Вряд ли кто-то там будет ходить А если кто-то ходит Ну, короче, ничего не понятно Грибов здесь немало Но в основном червивые Вот, сейчас только Вроде пошумел Перестали эти звуки Хохождения Вон, смотрите, какой Муравейник красивый Так, едет это, получается Слышно Железная дорога А ходить мог человек И лилось Вот бесстрашный, а Взлетел с дороги Немножко и кого нету Где он тут сидит Это вот здесь, да Угу, вот он Блин, я его вижу Вы не видите Где-то пока шлиф Он вообще не пуган В вот этот центр Блин, какая-то И головой Это Видимо, из этого года Вот это Ноги Ну, он башкой-башкой Перешевелит Ну, ты правда Он меня удивил Даже на правом башке Я стою в столбом Он просто меня не видит Что-то приглядывается Он не может понять Еще одна бабочка Капец Первый раз рябчик Так близко снимает Все, улетел Улетел парнишка Здесь у нас рябчик Аккуратненько посрал Под этот Под листик Думал, загасит говно И никто его не заметит Культурный парень Конечно, приятно Что даже лесные звери Культурные Прячут свои Остатки жизнедеятельности Вот этот, наверное, рябчик Который только что Сидел на ветке Меня разглядывал Вот он там, наверное, и насрал Скорее всего Один же он здесь Может, не один Может, он с семьей Здорово Охота Ну, фото охота удалась точно К вопросу о хреновых и хороших дорогах Вот мне никогда не нравилась гать Здесь у ее участочек небольшой Когда едешь на ослянку Там до хрена прямо этого Деревянной этой дороги И вот здесь вот По которой дороге я сейчас еду В районе Углевральской Здесь лес рубят Короче, лес рубят Они себе сделали дорогу Смотрите как Получается гать С краев Вот видно деревяшки торчат Засыпано Коксой Или каким-то шлаком Ехать идеально Вообще Ну, им-то понятно, что надо На грузовике Вывозить лес Видите, сбоку березовые эти Кончики торчат Вот здесь тоже, да И засыпано шлаком Просто идеально Идеальная дорога Ровная, ровнее, чем обычная грунтовка Вот Если бы все так относились Да, добросовестно То тогда Было бы, конечно Очень идеально нам ездить Но опять же, видите Тут-то коммерция под себя Организует дорогу А на ослянку-то не коммерция Никто, просто люди ездят отдыхать Поэтому кто там сильно будет Заморачиваться По поводу дороги Лучше машину более внедорожную купят Вот такой вот мой отчет Ну вот смотрите Дорога-то идеальная По-моему Вот бугры эти остались Но здесь грейдером даже проходят Насколько я помню Весной там Раз в несколько лет Проходят грейдером Благодарю за просмотр Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Всем пока